Здравствуйте! Сегодня финальный экспертно-аналитический клуб в этом году. Мы подводим итоги года. Длительность ориентировочно два часа. Первый час спикеры отвечают на заявленные вопросы, а второй час – дискуссия. А наши спикеры сегодня – это Андрей Казакевич, доктор политологии, директор Института политическая сфера. Андрей, добрый день. Добрый день. Катерина Барнукова, академический директор БИРО. Катерина, добрый день. Добрый день. Артем Шрайбман, политический аналитик, приглашенный эксперт Московского центра Карнеги. Артем, привет. Привет. Петр Рудковский, доктор гуманитарных наук, директор Белорусского института стратегических исследований. Петр, добрый день. Добрый день, привет, Аня. Анаис Марин, спецдокладчик конпенсации «Справим человеком в Беларуси». Анаис, добрый день. Добрый день. И Павел Слюнькин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям. Павел, добрый день. Привет. Да, напоминаю, что мы ведем видеозапись дискуссии. Chatum House Rule у нас применяется по предварительному уведомлению. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите сказать что-то не под запись, предупредите нас перед такой фразой. Тогда мы будем знать, что ее не стоит включать в видеоверсию нашей дискуссии. А остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу лучше не цитировать. Также напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, поэтому, если вам удобнее слушать нас на этом языке, то выберите английский в опциях Zoom. И свои вопросы вы можете писать в чат или поднимайте руку, если вы хотите выступить. А я передаю слово своему саду-доротору Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Еще раз всем добрый день, добрый вечер, в зависимости от вашего часового пояса. Я очень рад всех приветствовать, очень рад, что все сегодня здесь собрались, кого мы приглашали. Это отлично. Потому что сегодня у нас такой экспертный клуб необычный, когда мы не выбираем какую-то одну узкую тему, не приглашаем на нее конкретных экспертов. А мне кажется, важно обсудить очень разные вопросы, которые были важны в этом году. Поэтому мы позвали тоже очень разных экспертов по разным темам. Нас здесь сегодня много, поэтому я особо попрошу всех стараться по времени быть сжатыми и крафтами, рассказывать тезисно. Потому что времени у нас больше не стало, в отличие от спикеров. Поэтому постараемся как-то сегодня уложиться. И те вопросы, которые мы формулировали в анонсе, мы больше сфокусировались на прогнозах, на том, каким будет уже год 22-й. Есть много сверху, где хотелось бы это обсудить. Но давайте начнем. Вначале, может быть, кратко сжато поговорим об итогах 2021 года. Что, на ваш взгляд, кажется тут наиболее важным? Потому что чего только за этот год не было. Это опять такой очень важный год. Как мы год назад, вводя итоги 2020-го, говорили о том, что он был, конечно, таким впечатляющим, что 2021-й будет сложно быть как-то сопоставимым. Ну вот, посмотрим, насколько 2021-й был сопоставимым и что для вас в 2021 году были какие-то основные итоги для Беларуси. Давайте попробуем кратко буквально по несколько тезисов от каждого. И двигаться я сегодня предлагаю в том же порядке, как мы и представляли. Поэтому, Андрей, давай начнем с тебя. Какие основные итоги 2021 года ты бы подвел? Ну да, естественно, было очень интересно, в общем-то, как нам и обещали в этом году. Ну, я думаю, что основным итогом, конкретно 2021-го, наверное, можно считать то, что, ну, та политическая модель, которая сложилась где-то с 96-го в 2020 год, то есть она все-таки окончательно разрушена. Наверное, когда, вот еще в конце 2020-го года, было очень много таких, скажем, ожиданий, но особенно по моим наблюдениям, да, со стороны вот тех людей, которые власти, либо которые нейтральные, что все должно как-то вернуться к вот состоянию до. То есть, что сама система, она достаточно такая устойчивая, ну, в смысле, такая упругая, да, которая может регенерироваться, может как-то преодолеть угрозы и как-то вот дальше продолжаясь нормально развиваться. Но вот 2021-й год показалось, что, ну, совершенно нет, да, что предлагается что-то совершенно новое такое, с таким даже каким-то революционным задором, связанным с тем, чтобы просто полностью, ну, или не полностью, а значительной степени, да, либо реформировать, либо разрушить общественный и политический институт, которые сложились в Беларуси вот за последние четверть века. Ну, помню, когда-то там, где-то 10 назад была такая дискуссия про то, что вот произошел конец белорусского социального государства, да, и дальше, значит, будет развиваться какая-то другая модель. Вот, так сейчас вот можно сказать про то, что произошел конец белорусской политической модели, которая, авторитарная модель, которая вот оформилась с 96-го года. Ну, и уже очевидно, что что-то будет совершенно другое уже. В ту сторону, в другую – это большой вопрос, но назад, скорее всего, вернуться будет уже невозможно. Да, то есть, с чем связано это разрушение? Ну, во-первых, конечно, с тем, что очень глубоко были зачищены общественные и политические структуры. Ну, они будут тут немного останавливаться, все это прекрасно знают, да, но в любом случае зачистка беспрецедентная. И давление беспрецедентное, и количество уехавших беспрецедентное, то есть, ну, никогда еще ничего такого близко даже, да, в современной истории не было. Полностью разрушенные отношения с Западом, да, и даже какие-то попытки, ну, то, что там, так и называется, в теории международных отношений, какой-то такой стратегической автономии, да, Минска, вот в регионе, кризис в отношениях с Западом действительно самый глубокий. Более того, Беларусь стала угрозой, источником угрозы для безопасности в регионе, хотя вот до этого постоянно подчеркивала своими имиджами на стабильный, пускай авторитарный, но именно вот благодаря этому авторитаризму очень стабильный, очень такой надежный и беспроблемный для соседей страны, да. Сейчас получается, что нет. Это прямая угроза для Литвы, для Польши, это в меньшей степени для Латвии, но, в общем-то, та же самая логика. Сейчас мы видим, что все больше, да, Беларусь рассматривается как угроза для Украины, в связи с тем, что начинает все больше совпадать с военной машиной российской. Ну, также, в общем-то, это новая ситуация и то, что, в общем-то, мы не видели до этого. Был серьезно нарушен баланс внутри правящего класса, ну, так это назовем, да, то есть людей, которые принимают решения. Было в эту систему интегрировано достаточно большое количество силовиков, причем не только на национальном, на региональном уровне. Сейчас происходят какие-то там беспрецедентные чистки, опять же, феномен, ну, не знаем их масштабов, понятно, но феномен как бы очень новый, да, так, чтобы настолько глубоко это проходило, такого не было, значит, будут как-то включаться в структуры новые люди. Ну, и, соответственно, это, опять же, полностью разрушает тот баланс политический между различными группами интересов, который сложился в Беларуси до этого. Ну, сейчас все это в процессе перехода, в процессе транзита. Как оно будет выглядеть, мы не знаем, но точно не будет выглядеть так, как это было до этого. Ну, поменялись, соответственно, полностью отношения между властью и обществом. Конечно, эта тенденция уже была хорошо обозначена в 2020 году, но в 2021 она полностью закрепилась, да, что, в общем-то, властям неважно большинство, то есть они не пытаются искать какое-то новое большинство, да, которое было потеряно там в 2020 году, а скорее настроены на то, чтобы консолидировать вот свое меньшинство, вот, пытаться самостоятельно навязывать обществу уже свою визию политики и политики, экономики, там, культуры и так далее. Ну, с этим связан, наверное, последний тезис, который я хотел бы сказать, да, что вот авторитарный режим до 2020 года, он был во многом популистский в том смысле, что он подстраивался, как бы, под ожидания большинства, ну, и Лукашенко очень важно было соответствовать этим ожиданиям, в большей степени в начале периода, в меньшей степени в конце периода, но так или иначе это было важно. Сейчас кажется так, что логика совершенно другая, да, есть идея, как бы, собственная, какие-то мне идеи, собственные ощущения, трансформировать, ну, эксплицировать на общество и его преобразовать, то есть не подстраиваться под большинство, не подстраиваться под людей, скажем так, да, а скорее, в общем-то, переформатировать вот все эти настроения, всю политику и все общество под себя. Ну, мне кажется, это достаточно утопичная идея, и вряд ли это получится, так как нет для этого кейпэсити необходимого власти, но попытки как раз-таки предпринимаются, да, и очень много усилий было сделано в этом направлении именно в 21-м году. Ну, так, если кратко, спасибо. Да, Андрей, спасибо, действительно, очень содержательно. Тогда продолжим. Катерина Бурнукова, я думаю, вообще, понятно, да, у нас у всех есть много мыслей, но глядя на список наших сегодняшних основных спикеров, я думаю, каждый из вас сам примерно представляет, да, кто про что может сфокусироваться. Поэтому, да, Катерина, конечно, про экономику очень хочется услышать. Какие экономические итоги-то, да, с первого года вообще все прекрасно или не так прекрасно, как может показаться? Да, Вадим, я действительно сегодня вечером буду отвечать за позитив, потому что, действительно, если у нас что-то происходило в стране хорошего, то оно происходило в экономике в основном, благодаря экспортному чуду. И, в общем, мы, несмотря на ожидание кризиса, получили, наоборот, экономический рост. И, по утверждениям многих чиновников, этот год в экономике стал одним из самых лучших за последние 10-12 и даже, по версии кого-то уже не помню кого, за 15 лет. Вот, ну, действительно, чтобы вам ярко раскрыть состояние нашей экономики, как вот выглядит наш лучший год за последние 15 лет. ВВП вырастет, ну, чуть-чуть больше, чем на 2%, видимо, по последним данным, да, в то время, как наши соседи, Россия и Украина, вырастут процента на 4, и в Украине, в общем, идет дискуссия по поводу того, что это очень мало, медленно и плохо, и почему же так получилось. Польша с Литвой вырастут процентов на 5, да, Беларусь вырастет на 2, и для нас это очень хороший год. Реальные доходы населения тоже выросли всего на 2,2%. При этом потребление практически не растет, да, то есть люди не транслируют рост доходов в рост потребления, потому что ожидают ухудшения ситуации и падают внутренние инвестиции, да, падают вообще инвестиции. В принципе, общие инвестиции упали на 8%, это по сравнению с 2020 годом, который тоже не был в очень успешном отношении инвестиций, да, то есть, ну, экономика у нас, да, вроде как в неплохой форме, но назвать ее отличной тоже очень сложно. Ну, и из таких интересных трендов или событий хочется выделить изменения экономической политики по поводу частного сектора. Я думаю, ярче всего вот какое-то определенное противоречие между тем, что было раньше и тем, что есть теперь. Оно проявилось еще в феврале на ВНС, когда сначала министр экономики презентовал экономическую программу, которая писалась до всех событий, до политического кризиса, и там огромную роль занимала программа поддержки малых и средних предприятий, развития предпринимательства, развития инноваций. А потом во время выступления одного из представителей бизнес-союзов Лукашенко, в общем, сорвался и рассказал всем, на каких условиях теперь частный сектор сможет работать в Беларуси, да, что одно из этих условий. Это несомненная политическая преданность и, в общем, указал на то место, которое теперь частный сектор должен занимать в экономической политике. Ну и надо сказать, что мы, с одной стороны, не видим каких-то таких действительно трагических разворотов здесь, да, то есть бизнес еще не получил того жесткого отношения, которое, к сожалению, сегодня получает от власти общество в целом, но мы уже видим какие-то такие агрессивно-негативные изменения в политике, те же изменения в налоговом кодексе, которые, как обычно, во-первых, ни с кем особо не обсуждались, во-вторых, вносятся в последний момент, в-третьих, до последнего, собственно, непонятно, как они будут работать, каким образом будет осуществляться переход в ситуацию безупрощенного режима к 2023 году. Это все тоже отражает отношения. И мне кажется, что даже те либералы, которые были раньше в правительстве, они сегодня понимают просто, что частный сектор, он в этой политической ситуации не сможет быть драйвером роста, поэтому, в общем, нечего его и пытаться особо защищать. Ну и третий большой тренд – это, конечно, санкции. Мы все много о них говорили, работают они, не работают, но даже вот та неопределенность, которую создавали санкции для экономики, мне кажется, она уже сыграла и будет играть свою огромную роль вне зависимости от того, насколько санкции действительно будут работать. Спасибо. Да, Катерин, спасибо большое. Ну и тогда, да, действительно, интересные моменты. Движемся тогда дальше. Артем Шрайман, Артем, которого я по традиции стараюсь в течение года не дергать на каждый экспертный клуб, хотя Артем интересно услышать. Но давайте тогда итоги года, Артем, хотя бы подведем, что для тебя было главным. Даже интересно, почему ты меня не дергаешь на каждый экспертный клуб, Артем, договорились, договорились. Я услышал тебя на следующий год, окей. Но по поводу итогов года, мне кажется, вообще деление на года, оно довольно искусственное. У нас наш политический кризис, он скорее какими-то другими этапами живет. Но если попробовать, то мне кажется, если 20-й год, он стал таким крушением многих иллюзий и некой, может быть, ну не знаю, наивности у массового белоруса, то, мне кажется, 21-й год – это такое крушение многих конвенциональных иллюзий, которые были у экспертного сообщества. Мне кажется, основная из них состоит в том, что мы все, я в том числе, многие из нас, по крайней мере, были уверены или, по крайней мере, считали как базовый сценарий тот, который условно выражается во фразе, что на штыках нельзя долго сидеть. Потому что это дорого, это затратно, это вводит систему из баланса, это неустойчивое состояние. Но оказалось не то, чтобы мы все оказались так уж повержены и посрамлены, но долго оказалось такой философской материи. Что такое долго в этой ситуации? Белорусский режим показал, что достаточно долго на штыках можно сидеть без каких-то внешних проявлений серьезной дестабилизации внутренней. То есть, 21-й год – это год, в котором практически не было протестов. Это год, в котором внутреннее закручивание гаек, которое шло просто по экспоненте такими большими волнами, оно не привело к тому, что, по крайней мере, в каких-то макро-показателях экономика почувствовала бы спад. Катя рассказала, почему. Понятно, что это не от властей зависело, и, скорее всего, если бы не было экспортного чуда, мы бы уже видели какие-то последствия политического кризиса в экономических показателях. Но в целом система не пережила какое-то внутреннее землетрясение от того, что она перешла к фундаментально такому новому формату сохранения Лукашенкова власти. Если раньше это то, о чем Андрей, в принципе, говорил, многие другие уже говорили не раз, социальный контракт держался на неком миксе пряников и кнутов, в котором их в разное время в разной пропорции сочетали, то сейчас, мне кажется, что достаточно бесповоротно этот баланс резко сместился в сторону кнутов, не только потому, что нет пряников, а потому что просто система стала функционировать на основе насилия как некого такого системообразующего фактора. Причем безболезненно для системы открутить уровень насилия обратно, мне кажется, уже очень сложно, во-первых, потому что у него появилось очень много заинтересованных сторон, то есть людей, ведомств в системе, которые почувствуют довольно серьезное ущемление своего сегодняшнего положения, если им скажут вернуться обратно к формату работы до 2020 года без возможности силового произвола. И в этом смысле для приостановления какого-то или разворота этого тренда на бесконечное насилие недостаточно будет просто отсутствия приказа, потому что это репрессивная машина, она уже работает в некотором смысле на таком самовоспроизводящейся основе, то есть должен быть четкий артикулированный приказ прекратить, чтобы это прекратилось, а для этого, мне кажется, нужен какой-то такой внешний, не в смысле внешней политики, а в смысле экзагренный по отношению к режиму шок, который покажет Лукашенко, что у этой политики есть намного более серьезные издержки, чем ему представлялось. И это может быть что-то экономическое, это может быть какие-то всплески насилия, такие спорадические, локальные, что-то вроде там случая с Зельцером, но только на более регулярной основе, это может быть, не знаю, какой-то такой уровень санкций, который даже сегодняшняя власть не сможет воспринимать толерантно. Но так или иначе, пока такие экзогенные кризисы, которые поставят вообще под сомнение все это сидение на штыках, не появятся, мне кажется, что сложно найти фактор, который бы сломил этот тренд. Просто стать добрее, мне кажется, система сегодня уже сама по себе не может, просто потому что она успокоится и выдохнет, и перестанет чувствовать опасность. Уже, мне кажется, этого недостаточно, как было достаточно раньше. И учитывая особенно, насколько задрана вверх планка диалога с Западом, некоторого применения с Западом. Да, и в этом смысле, по внешней политике, если коротко, мне кажется, что основным итогом того, что, вернее, итогом года, скажем так, стало то, что на западном направлении мы увидели, насколько правозащитный кризис, кризис правильного человека внутри страны оказался несоизмеримым меньшим раздражителем для такого большого Запада, не хочу пользоваться этим советским клише коллективного Запада, но для Запада, чем нарушение региональной стабильности. То есть те пакеты санкций, которые принимались за нарушение прав человека, за репрессии, они на фоне даже тех дырявых санкций, которые принимались после самолета Ryanair и после мигранционного кризиса, они меркнут. Это означает, что мы видим приоритеты, мы видим, что поднятая планка насилия внутри страны, она такова, что можно выносить просто абсолютно сталинские сроки, можно заниматься таким ежедневным милицейским садизмом на камеру, и это не приводит к какому-то международному возмущению уже, потому что Лукашенко уже находится в той зоне международных раздражителей, в котором ему нужно генерировать какие-то новые региональные кризисы для того, чтобы навлечь на себя новый гнев Евросоюза или США. Я не то чтобы не верю в его способности это делать, я как раз таки уверен, что его фетиш по поводу ненаклоняемости, желание постоянно отвечать на эскалацию, эскалации, он практически наверняка гарантирует нам появление новых таких поводов для санкционной спирали, но для внутренней политики, вернее для гуманитарной ситуации внутри страны, это мне кажется плохой новостью, потому что многие ранее существовавшие неформальные табу, они ушли, и сейчас по сути отсутствие этих красных линий просто нащупывается на ходу силовыми органами, они просто расширяют масштаб насилия и понимают, что это ничего не происходит, и продолжают это делать. Это довольно такая, мне кажется, горючая, опасная и драматичная ситуация. Я коротко, потому что у нас тут прям так, чтобы социологов вроде бы в панели нет, наверняка есть в зале, поэтому я может в аудитории, я коротко схожу про общественные тренды, которые, мне кажется, я тоже, и я и многие другие фиксировали. Продолжается то, что мы начали видеть еще в 2020 году, это такое размежевание власти и такая делимитация, я бы сказал, власти и в каком-то смысле общества, но правильнее здесь сказать, нелояльной частью общества. То есть власть остается, по сути, из лоялистов. То есть становится все сложнее работать в государственном аппарате, даже в государственных предприятиях сейчас, если ты каким-то образом проявляешь свое несогласие. И мы это видим по чисткам конца 2021 года, по увольнениям массового. Мы даже не понимаем их масштаба, но, судя по всему, речь идет о сотнях, может быть, и о тысячах человек. И это, я думаю, один из самых масштабных трендов последнего года, то, что власть идеологически консолидируется в этом смысле, потому что она очищается от внутренних таких диссидентов. Но это может ей давать некую иллюзию стабилизации внутренней идеологической. Но, разумеется, мы все понимаем, что это ведет к тому, что какие-то механизмы обратной связи на политическом уровне, как и на абсолютно техническом уровне, они уходят. То есть все больше вокруг руководства госкомпаний, регионов, каких-то секторов производства, органов власти, центральных и региональных, все больше там остаются люди, которые боятся говорить вслух, что они не согласны. Соответственно, это, я думаю, продолжает в таком долгосрочном режиме ухудшать качество управления страной. Просто как на политическом, повторюсь, уровне, так и на всех остальных. И в обществе, мне кажется, еще идут две такие разнонаправленные тенденции. Они не то чтобы разнонаправленные, они скорее дополняют друг друга, но на первый взгляд они могут звучать противоречиво. То есть, с одной стороны, по опросам последнего времени у нас, очевидно, увеличивается то, что раньше называлось болотом, такая нейтральная зона людей, которые сделали выбор в пользу деполитизации, которые, возможно, устали, а, возможно, никогда и не интересовались политикой. И после всплеска политизации 2020 года общество приходит к какому-то такому, в этом смысле, в какой-то своей норме, да, потому что эта норма существовала много-много лет. 2020 год был скорее аберрацией. И происходит эта деполитизация и рост деполитизированной части общества. Мы это видим по как и опросам, так и таким менее научным проявлениям. Например, просто отпискам от телеграм-каналов, отпискам от ютуб-каналов и так далее. Но с другой стороны, и это показывают тоже некоторые опросы, и скоро еще один опрос должен хороший выйти на эту тему, пока боюсь анонсировать, потому что не знаю, когда, которые показывают, что края общества, условные, там, «Змогары и ябатьки», или как там назвать, «Ядро протеста» и «Бастион Лукашенко», они поляризуются. То есть они могут количественно кое-как там уменьшаться, да, и сдавать какие-то позиции в пользу нейтральной середины, но сама поляризация продолжается. И это еще одна, мне кажется, очень опасная тенденция, потому что нормализуется восприятие второй стороны как не просто политического оппонента, какого-то экзистенциального такого врага, не своих сограждан, представителей какой-то другой общности, которой не то чтобы есть много места в будущей Беларуси. И очень хорошо, что там на уровне, не знаю, интеллектуальных дискуссий мы понимаем, что это плохо, что надо строить какую-то инклюзивную модель общества, но давайте будем объективны, если мы уйдем в массы людей на обоих краях этого спектра, то мы увидим уровень вражды такой, которого в Беларуси, мне кажется, не было никогда за ее независимую историю. Ну, спасибо, я на этом, наверное, остановлюсь. Да, всем спасибо. Мне кажется, даже от этих поляных дискуссий можно не только в глубину общества уйти, а даже на каком-то бытовом уровне подумать, насколько там условно отношение к, я не знаю, жил рядом, к каким-то там более-менее другим сферам коллегам, что, да, конечно, поляризуется, и совсем не такое, как было 2-3-4 года назад. Даже на уровне тех, кто понимает, что это может быть не самое хорошее действие, но просто реальность. Спасибо, Артем. Тогда дальше хотел бы передать слово Петру Рудковскому, директору ВИСа. Петр сегодня как раз представлял исследование и по теннессным трансформациям Беларусского общества. И до этого Беларусский ежегодник отлично написал текст как раз про историю с выборами. Какие витебы, Патру, тогда? Основные итоги 21-го года? Что ты, визу, на что обращал внимание? У шоу шман было сказано моими попередниками, поэтому, как мне повторяться, я у комплементарным дополнительным плюсы полной рэши отзначу. У трех таких пунктов. Ну, по-перше, то, что зауважено, что во умовах сталинизации системы люди сошли с улицей. Это может быть сумная, но нормальная и здоровая реакция у ситуации арешта у затрымания фальшивых обвинувачений. В гибели у этого года как минимум два беларусские грамадзиане протест на боку загинули. У этой ситуации конечно протест збортвая цена, так, как шмат, кто полтора незадовольнение никуда не возникла. Ну, и так само и обдание. Тем лику тыя, которые, вось, свадарь Шрайбан, так, не наважусь, так похоже, что еще назвать, а я так само показываю. Вось, гэта незадовольнение застается. То, что параллельно можем нацерац и констатовать, это игнорование беларусами режимной пропаганды. Розная дадзины указывают на драматичное зборжение аудитории дзержавных в сроках массовой информации и еще драматичнейшее падение доверия до сроков дзержавных, сроков массовой информации. Это симптоматичное и это сделать вельми складанным, вельми ускладняет процесс самовыжевания для режима. Другий момент были подписаны интеграционные программы с Россией, потаймные. Они по всей бачности предотвлечивают полные политические застутки для Кремля с боку Лукашенки. Дякую, что им Кремль в тягом ближее часу будет на полно поддерживать Лукашенку. Но одночасово те же самые застутки, про которые там можно догадываться, некоторые там фрагменты поступали у СМИ, но они так само погружают режим еще глубей. Я уверен, что Лукашенко просто часовой для Кремля выполняет свою роль в плане глубокой привязки Беларуси для России, но на дальнейшую перспективу, больше отдаленную перспективу, то Кремль не захочет иметь человека у Беларуси, который будет просто контролировать кремлевскую политику, который будет иметь вот такую мизерную легитимность, кепскую, практически, никакую легитимность внутри грамотства. Это такой проблемный момент для Кремля. Еще в рацах темы российской темы третий пункт. По всей бачности ближайшим часам прибудет у Беларуси Барис Грызлоу, российский силовик, загартаванный политик, приедет в каком-сто посла. Думаю, тут обхитрыть Кремль, Лукашенко, у нас на шмат тяжей будет гэтым разом. Думаю, что Кремль падает за процессу на прамку транзиту лады. Не раптовно, не радикально, не прайспешно, что занадто гэтый процесс, а не гэтым на прамку будет вести. Ну и падагульняю, что тут с падар шрайбом слушна рекмети у вас гэтым таки значыц экспертная авторефлекция, что так максимум многим сдавалося, я так пригадую, какие там мои были чекания, не что-то истотно, но во всяком разе так могло сдаваться, что аж так долго на штыках режим не усидеть, когда одну з таких близких аналоги приводить военный стан у Польши в 81 году уведена 40 годовина уведена у гэтым месяц 10 месяцев пройшло и уже начались вызволения лех Валенс уже на 10 месяц военного становища был вызволен и праздники час военный стан был подвешен на 11 месяц как пребывание в выпадку Беларуси гэта прыва на шмат доўжэй. Но тут справа не у таких калькуляць месяц тут дыць на мад полгода тут дыць 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 думаю, што гэта тэза гэна заховае актуальныць но ёсць три а так ёл голаве дрымаю бэтры гэта стаўпы аутарытарызма гэта легитымнаць но гэта не бэгэскова мудзь процэдурна але прынамсі гэта захавање соцяльна контракту тэку некі экономичныя стандарты некая стабильнаць гэта други момант гэта репрэси други стаўп гэта репрэси ну и трэць гэта 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 каптация элитов ў выпадку калі прынамся адзинць гэта гэта стаўкоў за не падае а ўцэйзоўся ёсь таксама праблемы з трэцьм стаўком не ў плане таго што элиты пануючая групаўка здражвае Лукашэнка ане што сэходзець як минимум праблема ўтым што сэходзець прабэсиўналы а то ўсь не доход кадраў паэтаму с гэтым трэцьм таксама праблемная праблемная справа стаўком паэтаму тут на саправды на штыках ўседзець вермі доўга будзе складаным ну хиба што ўспрацягнеце там еканомична тут може будзе вынаўдзе някај інша панацеј на еканоміку каліба сэцяльны контракт даст перафарматаваць ну да можна будзе хэта сумяшчаць з репрэсіјми і падрымливаць там уладу але пытањння на колькі на колькі напрыкле ўозь гэты пепшы стоў можна будзе пренамсі частково аднавіць об соцјальны контракт даць ўдзям пачуўць ўнекай стабилнасці еканомичнах перспектибо хацябо ўсць карачі гаўчы аутакратия функціонуј ў рэжиме павышаных ризыкаў еканомичнах міжнароднах дипломатичнах і думаўшто ата пытањння ўсць 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 дякуў пётра асабаліва за 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 мисны праканцы ядрэччы звернуў ўбалу што аў ўсць акурат да артўм казаў пра тоў як ўсць рэжиме декалізація і таксам людьми бала паказальзе што дээднашу пра колькаць архмяров хермат пасноўсоў а саправды пра тое што ўсць ўсць зээльццэрэм пэвно што загінуў з праціоні КДБ то гэта зараз і навэт і не выклікае таго што нам хацелся пра гэтаў узгадаць хоць зрэшто да сам факт таго што грамадзіні арбея забываюць адзіна однаго быць ўсць не ляпша навіна але я бусь такі фокусу спрэняцця гэта спрэдефактне але я б мэн дэц характерно характерно што між ўсць ўсць так ўсць бэлося збоку протестна руку я там адзначыл дзві асобэ гэта зэльццэр і ашурак а а боку рэжымо так загінув загінув офіцер КДБ таксама гэта так ясхильны трактаваць як яго яках вяру халат так я згодна нават нема смнева уж так што гуманізм это хабае кабда трактаваць яках вяру і близким пачуваць але восьм факт на што мэцць таксама характерна так я хачу уточнить есть я тут не вижу на видео есть сейчас с нами на спряте она есть Марина Антон можешь посмотреть на большом экране да есть да отлично рад вас слышать тогда как раз хотелось бы поговорить об итогах года и в том числе многократно затрону этот момент усиления репрессий и того как это отразилось внутри страны извне спасибо большое заранее извиняюсь если мне будет перерыв но я буду говорить по-английски прошу подключиться к переводу Аннаиз тогда одну секунду я просто хочу сказать что пожалуйста если вы хотите слушать Аннаиз по русски значит с переводом на русский язык то пожалуйста внизу вот если вы сидите с компьютера там можно нажать выбор языка и там выбрать можно русский язык пожалуйста выберите эту дорожку вы тогда будете слышать перевод спасибо и находясь телефона тоже можно нажать подробнее и дальше кнопку перевод и все будет доступно большое спасибо я буду говорить прежде всего как спецдокладчик он по правам человека Беларуси мы последний год мы видели как уже говорилось в презентации этого мероприятия год контрреволюции на которые повлияли на всех людей которые принимали участие в протестах и сейчас мы видим чистки значительные в отношении НГО гражданское общество более 300 из НГО было закрыто и глядя на последние приговоры мы видим что это похоже на приговоры в виде личной мести мести президента Беларуси по отношению к разного рода диссидентам хотелось бы подчеркнуть что помимо нескольких некоторых приговоров по отношению Тихановским и другим к анархистам анархисты были приговорены к 17-20 годам в тюрьме количество политических заключенных скоро достигнет тысяч человек и это в два раза больше чем в России как говорил Владимир Карамурзак где примерно 450 политических заключенных сейчас также мы увидели что рука режима зажимает свое влияние вводя такие термины как экстремизм и они привлекают к ответственности людей за то что они выражают собственное собственное мнение как пример здесь тот факт что члены парламента уже усилили уголовную ответственность за участие в различных организациях в том числе религиозных что является еще одним нарушением и это ведет нас к ситуации когда была известная статья 193 уголовного кодекса можно сказать что даже частичная свобода которая существовала когда участие в нерегистрированной независимой организации могло привести к уголовным административному преследованию и задержанию до 15 дней сейчас мы видим что мы вернемся к ситуации когда участие в незарегистрированной организации может повлечь с собой тюремный срок на несколько лет также мы видим что репрессии увеличиваются и мы видим что общий климат безнаказанности и беззаконие продолжается последние несколько лет мы видим убийства и похищения людей людей пытают также хотелось бы подчеркнуть что мне кажется важно с того момента ну уже видим репрессии длятся более 18 месяцев важно вспомнить что память того что у нас около тысячи политически исключенных есть десятки тысяч людей которые являются жертвами репрессий в более широком масштабе люди являются жертвами запугиваний на рабочем месте последние недели мы видим как несколько людей вынуждены были уволиться из государственных организаций из университетов или им приходится выслушивать и встречаться с представителями КГБ которые рассказывают им о том что может произвести произойти с теми кто подписан на экстремистские телеграм-каналы то есть существует такой общий климат запугивания и репрессий который привел к ситуации когда десятки тысяч или сотни тысяч белорусов за последние 18 месяцев покинули страну я сейчас пытаюсь понять какие существуют действительно там цифры потому что очень многие подверглись депортации потому что согласно законодательству прав человека это является нарушением это в двух словах я вам расскажу это мои приоритеты на 22-й год как спецзакладчик я буду собирать свидетельства нарушу об об этих людях которые вынуждены были покинуть страну Беларусь однако еще хотелось бы затронуть один аспект о котором говорил Вадим касается оценки внешней политики Запада и санкций как вы знаете в ООН мы не используем термин санкции у нас есть седьмая глава Хартион который запрещает использовать санкции в любом случае ситуация активно обсуждалась в ООН и мне очень сложно сейчас бороться с инерцией со стороны нескольких стран которые я не хочу называть стран членов ООН но мы видели также что в этом году мы увидели как господин Лукашенко постепенно эволюционировал в потенциального террориста который занимается гостерроризм и здесь я имею ввиду конечно же в мае когда сел самолет и использование мигрантов для того чтобы шантажировать запад для того чтобы посетить разногласия в обществе в Польше потому что я живу сейчас в Польше я вижу как влияет эти действия на ситуацию внутри Польши ситуация с мигрантским кризисом на границе дала шанс авторитарному правительству Польши также получить международную поддержку поддержку ЕС в своей отношении к ситуации и разрешению конфликта что включает в себя не самое мягкое отношение к мигрантам и Меркель вступила в диалог с Лукашенко для того чтобы закончить этот кризис и я как спецзакладчик призываю к диалогу даже в случае с правительством которое не признает мой мандат однако я вижу что в случае с усилением скандалов внешнеполитического толка я вижу что господин Лукашенко в какой-то момент может быть назван угрозой международной безопасности международной миру и региональной безопасности и возможно это даст возможность по-другому посмотреть на ситуацию и понять что может с этим сделать я надеюсь что хотя мы можем призывать к разным мерам медиации диалога даже внутри ЕС существуют медиаторы которые захотят поговорить с Лукашенко для того чтобы избежать газового кризиса в Европе но с другой стороны я думаю что международной очень важно что международное сообщество внимательно следило за нарушениями прав человека я имею ввиду пытками людей хищениями и так далее и столько людей страдают что это может повлиять на то что происходит и как это воспринимается я уже говорил это преступление против человечности в виде депортации тоже очень важно за этим следить спасибо большое наис особенно за то когда вы сравнили количество политических заключенных в России и Беларуси и сравнивая ситуации в странах разного размера становится очевидно что происходит и более понятно спасибо вам за это снова на русский или белорусский и я тогда хотел бы раз уж мы как раз перешли плавно к международной повестке передать слово соответственно Павлу Слинкину который у нас представляет как ассоциированный аналитик Европейский совет по международным отношениям но помимо этого так все представляет я всегда не устаю это повторять прекрасное одно из обрестений белорусских протестов это люди которые ушли из системы и теперь вот могут это все обсуждать здесь с нами поэтому Павел пожалуйста давай обсудим какие-то основные внешнеполитические итоги 2021 года на самом деле это большой вызов сложно уже говорить после таких замечательных и профессиональных экспертов особенно когда мы говорим в принципе об этих тех же вещах но раз уж мне выпала такая честь попытаться это все суммировать я попробую быть не таким политологически точным а немножко может быть метафорами какими-то говорить вот в этом смысле у меня 21 год он ассоциируется с таким приземлением наших надежд из неба к земле и вот такой метафорический символ этого всего года это безусловно посадка самолета Ryanair и когда я говорю о вот этом приземлении я имею ввиду завышенные ожидания которые были у многих белорусов еще в декабре 2020 года по поводу того что нас ждет горячая весна или протесты в ходе ВНС или что режим в течение этого года пойдет и мы уже Новый год будем встречать совершенно в другой Беларуси но как мы знаем сейчас этого не произошло точно так же наверное про репрессии можно вспомнить как мы еще год назад чуть больше года назад удивлялись когда они согласовывали какие-то митинги Тихановской предвыборные или когда людей задержали в магазинах и мы тогда я помню возникла эта фраза про дно новое дно дна нет но сейчас это просто кажется верхом либерализма если бы просто у нас людей в магазине сдержали и вот эта нью нормалити в которую мы попадаем она на самом деле ужасно просто выглядит и в этом смысле конечно дна безусловно нет я не знаю успеваем ли мы морально ментально поспевать психологически за вот каждым этим пробитым дном и то что происходит сейчас когда там пробитые шины называют актом терроризма или когда адвокатов тоже маркируют террористами а СМИ которые фактологической информацией с нами делятся их называют экстремистами то есть по сути экстремизм это правда ну и в этом смысле тоже мне кажется один из выводов важных это то что наши иллюзии о том что режим вот этого не сделает или вот он на это не пойдет ну или там чьи-то иллюзии у меня как раз в этом смысле не было я тоже не ожидал очень многих вещей но так глобально если смотреть то меня мало что удивляет скорее больше злит да и вот то состояние в котором мы сейчас находимся просто подтверждает что нету той цены которую не готов заплатить режим и лично Александр Лукашенко ради сохранения власти в своих руках это один из выводов но наверное не года да тот вывод который большинство белорусов должны прийти были по итогам событий двадцатого года и того состояния в котором мы сейчас находимся еще одно неисполнившееся ожидание если помните переговоры в мае у нас должны были пройти вот потом они перенеслись на оси но так и не состоялись и вот здесь мне кажется важно отметить как бы плюсы и минусы да с одной стороны политическую субъектность внутри страны лидерам демократических сил не удалось удержать или не удалось обеспечить но они при этом несмотря на вот эти поражения внутри Беларуси им удалось сохранить свою субъектность на международной арене ну по крайней мере западными странами это очень-очень большое достижение я не знаю можно ли было ожидать тех результатов которые офис Светланы Тихановской и там другие ее партнеры по демократической коалиции которого они добились спустя полтора года с другой стороны если мы говорим о переговорах непосредственно представителей режима то конечно же они будут проводиться только с политическими субъектами и только когда это будут вынужденные переговоры не потому что очень хочется режиму действительно хочется вести переговоры просто он будет вести их не с офисом Бобарика не с офисом Тихановской а с странами Германии или Соединенные Штаты которые действительно могут определять и влиять на те вещи на процессы в том числе и внутри Беларуси но и конечно на санкционную политику и на международное позиционирование белорусского режима поэтому тут иллюзии о том что если мы вдруг подадим сигнал о том что Александр Лукашенко вот мы хотим с вами пообщаться или с кем-то из вас общаться ну для этого необходимо иметь хоть какие-то рычаги влияния на ситуацию а если мы передаем право проведения переговоров с режимом кому-то в Берлин в Вашингтон или в Париж то нужно понимать что контролировать их мы не можем и многие соглашения нас в итоге просто могут разочаровать и безусловно воспринимать это как переговоры тоже нельзя здесь скорее белорусское общество и те офисы которые претендуют на то чтобы представлять белорусское общество они как раз будут из этих переговоров исключены если же говорить о народе было в 20-м году много мыслей на этот счет и я думаю сейчас и ты Вадим с Андреем недавно выступал на эту тему когда у тебя спрашивали про субъектность белорусской нации и я с вами согласен что я считаю что субъектность Беларуси это в принципе факт мы еще можем наверное говорить о том что он присутствует он охормился в 20-м году и до сих пор является как факт я бы здесь снова вернулся к метафоре и привел бы футбольную метафору мы в 20-м году белорусский народ стал таким белорусским месси футболистом который вышел на поле и мог в принципе перевести к победе если бы не было других факторов если бы ему не нанесли травму и насильно его не унесли из поля но при этом сам факт даже наличие травмированного игрока на скамейке запасных он напрягает режим и это вынуждает режим делать все чтобы этот игрок на поле больше никогда не вернулся и вот здесь мне кажется самая главная задача которая стоит перед белорусским обществом это сохранить вот этот потенциал сохранить эту субъектность сможет ли она пережить вот эти нескончаемые респрепрессии и собственно говоря от этого и будет зависеть итоговый результат матча и под матчем я имею ввиду как раз политические кризисы и будущее нашей страны про экономику здесь уже тоже говорили и это еще одна иллюзия еще одна фантазия которая была в головах у многих белорусов о том что ну ладно нас уберут с улиц но экономика вот однозначно вынудит Лукашенко идти на уступки или спровоцирует там не знаю голодные бунты коллапс или санкции это сделают но как видим произошли совершенно обратные процессы наша экономика хоть и не такими темпами как мировые укреплялась росла и никаких показателей о том что в принципе такой экономический коллапс произойдет по крайней мере в краткосрочной перспективе поэтому здесь тоже мне кажется и на будущее стоит нам всем помнить о том что наверное на экономику как на такой фактор который может спровоцировать политические выступления ну вряд ли стоит надеяться по крайней мере в ближайшее время и еще один вывод который я здесь хотел бы озвучить это о том что черные лебеди они могут играть не только на демократическое общество не только против Лукашенко но и за него и вот это восстановление это экспортное чудо я бы его тоже наверное отнес к таким черным лебедям это тот самый черный лебедь который помог Лукашенко и в диалоге с Россией и в удержании социально-экономической ситуации под контролем курса белорусского рубля и многого другого в довольно сложных условиях если на международную арену немножко передвинулся то здесь Россия и белорусско-российские отношения это тоже один из таких серьезных показателей мы за этот год или за полтора года под мы я имею в виду белорусское государство или режим Лукашенко уступили очень многое то от чего отбивались годами и здесь мы про союзные программы можем вспомнить или интеграционные пакеты как они раньше назывались интеграционные карты от которых несколько лет успешно довольно-таки белорусские власти отбивались но вот в 2021 году их вынудили подписать прообразы военных баз которые красиво были названы учебно-боевыми центрами но тем не менее они предполагают наличие российской военной техники и российского персонала на территории Беларуси это признание законности аннексии Крыма то от чего собственно говоря Лукашенко максимально пытался открещиваться с 2014 года ну и это углубление зависимости структурной белорусской экономики от российской и тут один пример я приведу это вот перенаправление нефтепродуктов с литовского Клапецкого порта в российские порты и не знаю что дальше будет происходить с экспортом калийных удобрений но в целом возможен точно такой же сценарий и по этим очень-очень многим направлениям по которым мы сопротивлялись на треке наших белорусско-российских отношений белорусские власти просто уступали шаг за шагом и что будет дальше да вот нам очень интересно будет порассуждать наверное в следующей части нашей дискуссии вот но я рискну предположить что эта тенденция она сохранится как минимум на ближайший год но в то же время нельзя сказать что теперь контрольной ситуации в Беларуси находится в руках Москвы Лукашенко как был так по-прежнему остается главным decision-maker как по-русски центром принятия решений и главных реальных рычагов управления он в Москву не передает пока то есть пространство для маневра у него пока присутствует я даже рискну предположить что содержание конституционных поправок которые вот он обещал Путину в сентябре 20-го года и то которое мы возможно увидим через несколько дней если власть исполнит свое обещание представить наконец обществу свое видение конституционной реформы они будут очень сильно отличаться и отличаться не в пользу России то есть Россия наверняка хотела бы видеть это ну немного иначе этот транзит вряд ли Лукашенко идет полностью здесь по сценарию по сценарию Москвы ну и если закончить уже хочется закончить на позитиве несмотря на вот этот беспрецедентный объем репрессий который мы многие говорили который длится уже вот уже полтора года без перерыва Александр Лукашенко и люди которые вокруг они так до сих пор не почувствовали себя в безопасности у них по-прежнему нет уверенности что если репрессии остановить то у них получится удержать контроль над ситуацией и это прожидает порочный круг когда чем больше заговоров власть раскрывает тем больше внутренних врагов она находит а значит нужно продолжать раскрывать все новые заговоры врагов и вот здесь сложно оценить что на самом деле больше дестабилизировало и дестабилизирует систему уменьшение масштаба репрессий потенциальное которое могло произойти хотя бы на каком-то уровне или бесконечный повтор и при этом неясно также если у самого Лукашенко представление на ближайшую перспективу или даже на отдаленную перспективу когда и при каких условиях от репрессий он сможет отказаться и это тоже важный важный фактор потому что репрессии они эффективны на краткосрочном периоде в краткосрочном периоде и здесь мы действительно не знаем что такое краткосрочный период но если все-таки заглядывать так далеко то в долгосрочной перспективе конечно на них бесконечно и очень долго сидеть не получится и заканчивая подводя итог в том числе дискуссии которые были у нас в экспертной среде или в белорусском обществе ничего пока не закончилось и то что ничего пока не закончилось подтверждают и действия самого Александра Лукашенко и в этом смысле мне кажется это самый главный позитив 2021 года спасибо действительно видим и ничего не закончилось этот порочный круг характерный но конечно что у режима Лукашенко появится какое-то понимание как оно будет в будущем этого мы совсем не гарантируем а вот у нас я надеюсь оно появится когда мы сейчас это обсудим потому что мне хотелось бы сейчас собственно первая часть которая делалась короткая мы все так замечательно интересно говорили что не хотелось никого прерывать но в итоге конечно да мы целый час заняло давайте тогда попробуем хотя бы во второй части прогнозов будем как-то как-то сжаты хотя темно труднее смотрите я думаю мы будем двигаться в том же в том же порядке по спикерам и я напомню какие порфировал вопросы в анонсе я думаю наверное нет смысла чтобы каждый пытался ответить на каждый смогут сфокусироваться но я напомню что мы говорим о будущем о том какой был еще идет репрессии это будут наказания уже какие-то за мысли преступления за надежду подписаться на протестные телеграм-каналы это будут все-таки в итоге чистки частильщиков причем сегодня тоже уже немножко упоминали что система начала сильно сильно искать внутренних противников или все-таки ожидать какой-то в 2022 году остановки конечно хочется поговорить про референдум как начало транзита как все это будет выглядеть а это уже судя по всему будет буквально через два месяца послушаем Катерину про экономику что там будет с экспортным чудом и что будет с кризисом суверенного долга потому что я так понимаю это следующее серьезное экономическое испытание поговорим про реакцию Запада что будет на все это посмотрим чего будет добиваться Россия ну и тронем конечно лазбот над лист чего будут добиваться и каким образом Тихановская и другие оппоненты режима поэтому список вопросов очень широкий я тогда постараю надеюсь каждый сможет сфокусироваться на чем-то из этого буквально на нескольких и потом Вадим а ты сфокусируй ты вот просто перед каждым спикером фокусируй его на какой-то вопрос хорошо договорились тогда будем фокусировать вас принудительно хотя я думаю все равно все будут добавлять ну что тогда давайте мы начнем с Андрея Казакевича и поговорим тогда сразу начинаем и поговорим про ближайшее про референдум про транзит попробую сфокусироваться на этом чего ты всего этого ждешь насколько это задаст рамку рамка транзита или это станет в общем лишь одним из кирпичиков может и не самый главный ну и по остальным вопросам тоже что захочешь добавить тогда Андрей включай микрофон что я жду от референдума вся страна многого конечно жду хотя бы текст посмотреть на этой конституции потому что так или иначе это все равно будет важно какие у меня ощущения или прогнозы по этому поводу очевидно что будет попытка глубокой политической реформы попытка ее продвижения какого-то то есть она уже в принципе началась потому что все то что там происходит с репрессием это тоже часть политической реформы которая тоже достаточно давно анонсировалась ну и будет попытка значит еще что-то сделать ну конечно много будет зависеть от переходных положений кстати потому что в этой конституции какие-то изменения вообще могут быть перенесены скажем на год на три и так далее тогда у нас будет какое-то безвремение ближайшее время ну так или иначе все равно как бы чтобы там было не написано все равно будет попытка создавать какую-то новую новую политическую систему то есть вот поле зачищено сейчас будет значит там отстраивание скажем попытка строить общественный сектор уже лояльный из патриотов если использовать терминологию властей что-то будет очевидно с политическим полем тоже будет как-то зачищено чтобы было или только патриоты остались на плаву продолжение такой же политики в государственном аппарате и прочее то есть ну наверное вот движение к такой вот системе которая в одной стороны будет как-то плюреалистичной ну наверное будет какие-то это не казахские модели но скорее российское копирование потому что нас больше ничего не умеют копировать вот хотя в итоге наверное может получится скорее что-нибудь такое в духе Бирмы но только там не военные будут а немного другие люди вот и ну если все удастся конечно опять же да вот ну то есть будет какое-то движение к этому будут какие-то инициативы но скорее всего они в большинстве случаев будут натыкаться на то что вот сам Александр Лукашенко будет не решаться это запускать лучшая модель в этом отношении конечно партия власти которая там запускается с 2007 года и вроде как уже все готово все стартуют уже все вот-вот-вот и последний момент говорят что нет давайте все-таки подождем может быть будет какое-то другое время мне кажется что с большинством инициатив связанных с политической реформой а к институционной реформы будет происходить вот что-то такое единственный фактор который может как-то дело структурировать это Москва которая ну наверное опять же мы там точно не можем знать но по всем признакам будет продвигать все-таки какие-то политические изменения так чтобы вот эта политическая реформа она усиливала там российское влияние давала какие-то новые механизмы этому влиянию обозначала какие-то там механизмы транзита власти и так далее что еще касательно политики две наверное вещи хотел бы сказать во-первых по поводу политизации это затрагивалось тут выступающими ну прежде всего по моему Артемам да что она вроде как падает ну и я так понимаю основном это исходит из исследований чьего там хаоса вот но загадка как раз в том что нет да то есть есть много других исследований которые там похожие вещи замеряют и там как-то такая в ресурсе такая ландель что где-то ну может быть там на 10% интерес к политике вообще не вопрос кому вы за одних вторых потому что тут можно отвечать по-разному или скажем уходить от ответа в том числе и по по из-за ситуации политической ситуации в стране да но такие вот уровни как интеллект политики ну там может быть на процентах 10% снизился с учетом ошибок можно смотреть что это не значит это при том что Андрей давай давай не будем долго спорить про то что было в прошлом давай уже в этой части о дискуссии все-таки только про будущее как это будет в 2022 году как это отразится на это про будущее что в принципе уровень политизации все равно остается очень высоким учитывая что был 20-й год это был год выборов вот и тут самая загадка большая что власть постоянно эту политизацию увеличивает своими же собственными действиями и наверное эта тенденция в 2022 году останется несмотря на то что традиционная стратегия всегда была власти такая что деполитизацию проводить то есть как-то безразличность к политике сейчас наверное этот уровень политического какого-то градуса политического противостояния или какого-то по крайней мере политической дискуссии внутри общества он все равно наверное будет достаточно высоким то есть с одной стороны будем видеть неудачную политическую реформу с другой стороны достаточно высокую высокую политизацию общества вот как-то так то есть это то как я вижу в политическом плане следующие 22 спасибо ну тогда следующая Екатерина довольно видно на каком моменте я попрошу сфокусироваться потому что что будет с экспортным чудом чудо один раз закончили или это будет продолжаться или может нарастать ну и про выплаты по внешнему долгу потому что мне кажется сейчас то что Павел хорошо говорил что может быть частично разрушилась надежда что экономика рухнет сама или ее обрушат санкции вот мне кажется сейчас новое чего все ждут что у вас сейчас будут выплаты по внешнему долгу и вот это мы точно никак не переживем что серьезно будет с этими выплатами насколько это вообще проблемно для Беларуси и насколько в действительности Беларусь без российского кредита прям не способна этот внешний долг выплачивать или в общем если Россия кредиты не даст то что произойдет смотрите в следующем году мы понимаем все как этот год нам ярко продемонстрировал Беларусь это малая открытая экономика которая очень сильно зависит от того что происходит во внешнем мире мы в этом году увидели что даже если во внешнем мире происходят супер благоприятные условия экономика наша растет только на 2% будут будут ли эти супер благоприятные условия в следующем году мы не знаем пока не видно признаков того что они резко ухудшатся да мы видим некоторое замедление экспорта в физических объемах но не видим замедления тем не менее в выручке валютной от экспорта она продолжает быть очень высокой и это несомненно купило очень много времени в плане самостоятельного обслуживания возможности самостоятельно обслуживать тот же самый внешний долг без внешних заимствований мы за этот год нарастили золото валютные резервы практически не потратили те запасы Минфина которые лежат у него на счетах с прошлых хороших годов поэтому в целом если сравнивать опять же год назад на самом деле задавался ровно тот же вопрос по поводу способности Беларуси уплачивать внешний долг и год назад эта способность была хуже и ниже но вот пришло экспортное чудо и сейчас мы гораздо лучше подготовлены к тем выплатам которые нас в следующем году ждут да там больше 3,5 миллиардов выплат но у нас например 4 миллиарда ликвидных резервов да то есть в живой валюте и еще 4,5 в других степенях ликвидности поэтому я не вижу ну понятно что бывают разные ситуации да и население как мы видели в 20 году может вынести больше 2 миллиардов из золота валютных резервов но может и занести как мы видели до этого поэтому да определенная уязвимость сохраняется но мы сильно нарастили свою стойкость к внешним угрозам и способность выплачивать внешний долг ну и более того мне кажется что что уже сделал этот год очевидным это то что что бы ни было Россия поможет нам рефинансировать этот внешний долг да на самом деле основной уязвимостью на данный момент уже учитывая то что Россия в любом случае поможет да может быть нам не дадут сразу тех 3,5 миллиардов которые мы сейчас просим но они нам сейчас сразу и не нужны да единственная уязвимость которая остается это вот та цепочка долгов которая есть у госпредприятий и то желание острое властей все-таки запустить каким-то образом инвестиционный цикл который все никак не запускается вот и которая может привести к различного рода ошибкам в экономической политике да а те в свою очередь могут привести к финансовому кризису вот это гораздо более реалистичный сценарий если мы как бы ищем что может вызвать экономический кризис но я бы сказала что экономика это вот одно из тех тех областей которая для власти является такой областью нормальности на данный момент и мне кажется это будет очень важным за это будут держаться и эту нормальность будут пытаться сохранять любыми силами даже если санкции начнут работать будут поддерживать финансовые и не финансовые инженерии обходом санкций провозом всего через Россию какими угодно попытками и опять же Россия это поддержит финансово а лишь бы сохранить видимость какой-то экономической устойчивости и мне не кажется что даже в худшем варианте мы увидим в следующем году что-то какие-то цифры крупнее чем минус 1 минус 2 процента рецессии что да это будет рецессия может быть в одном из сценариев рецессия но это не что-то неожиданное и непривычное для белорусов к сожалению к сожалению что-что некоторое экономическое падение это прямо скажем белорусов таким не удивишь хорошо тогда Артем раз уж сам попросил сфокусировать давай вот я тебя попробую сфокусировать на двух вопросах поговорим про будущее самых репрессий насколько этот конвейер может раскручиваться в камере в рамках следующего года бесконечно и в какое направление пойдет в усиление репрессий против общества или в усиление репрессий скорее против самой системы в попытках найти менее лояльных и второе продолжим когда может быть говорить про Россию насколько всерьез то чего Россия будет добиваться насколько это всерьез будет угрожать белорусскому суверенитету или это будут больше какие-то символические вещи какие-то очередные признания и что-то подобное в конце концов Крым признали в Абхазии и Южной Ситей спасибо большое Вадим получилось очень сфокусировано что будет с репрессиями с Россией сейчас попытаемся коротко это упаковать насчет репрессий ну сложно конечно предсказывать особенно понимая что если ты что-то на креативе что-то может быть подсказкой вообще очевидно что закончились институционализированные структуры гражданского общества оппозиции медиа которые можно масштабно репрессировать какие-то остатки еще были вроде там платформа Сход ну и ее признали экстремистской какие-то отдельные журналисты отдельных СМИ еще попадаются в стране но в целом для масштабной волны репрессий больше институтов гражданского общества нет соответственно тут выбор небольшой ты переходишь дальше ниже на уровень на уровень каких-то либо активистов индивидуальных либо тех кто в прошлом засветился как сейчас происходит бывших наблюдателей бывших протестующих даже тех кто просто один раз вышел на акцию и попал на фото и внутренние чистки причем я бы здесь не противопоставлял против системы или против общества система тоже состоит из общества это люди которые попали туда из остального общества если из белорусской железной дороги Брестского отделения увольняют не знаю четверть личного состава условно я сейчас фантазирую и всех замов то это тоже общество это люди которые просто скажем так из-за расширения круга в него логичным образом попадают те кто аффилирован с госсистемой которая в Беларуси наниматель для более чем половины взрослых занятых людей поэтому очевидно что этого будет происходить больше поскольку перед референдумом система настроена на зачистку даже несмотря на то что понятных угроз дестабилизации я не вижу на этой компании но система работает по своей логике надо отчитываться надо показывать работу после референдума если не происходит какого-то непредвиденного сегодня раздражителя для власти будь то внешние там санкции или внутренние какие-то инциденты которые провоцируют на новую волну жестокости то возможно мы снова выйдем на какое-то плато которое например наблюдалось большую часть осени когда громких репрессивных кампаний может не будет тем более что основные громкие суды уже в общем-то прошли это сложно так однозначно предсказать но да я думаю что как и у многих предыдущих массовых репрессий в том числе на нашей территории в 30-е годы в Советском Союзе почти что обязательной следующей фазой является распространение репрессий на такое самопожирание что ли может быть снизу может быть не только снизу когда получив опыт получив инструментарий получив полномочия репрессивная лишившись каких-то сдержек люди начинают внутри силовой системы решать свои разногласия с конкурентами какими-нибудь завлияниями с бизнес какими-то людьми которые бизнес-интересами к которым они сами присматриваются начинают решать через силу через применение тех же методов которые использовались для подавления оппозиции протестов как в 90-е годы сначала опробовали устранение и похищение криминальных авторитетов потом перешли на оппозиционеров как сейчас опробовали эти извинения и разгоны там ОМОН политических протестов так извинительное видео я имею ввиду так сейчас высылают ОМОН на бабушек которые защищают там деревья у себя в деревне и я думаю что практика вот недавно записали видео с ГУГАИ с каким-то сторонником власти который то ли без прав ездил то ли скорость превысила я уже не помню я к тому что говорю эти практики они будут жить и они будут создавать внутреннюю нестабильность безусловно и может быть это станет одним из факторов почему репрессии могут свернуть когда они станут слишком много важных интересов затрагивать внутри системы то есть условно говоря чей-то сын попадет под раздачу чьи-то подчиненные попадут под раздачу несогласованно и так далее вот такие я вижу какие-то треки и понятно что они все могут меняться в зависимости от второго твоего вопроса и ответа на него вернее это внешний фон потому что мы попали в интересную ситуацию когда как и прежде в принципе в 2008-2014 годах внешняя политика все больше региональная ситуация все больше становится влияющим на внутреннюю ситуацию фоном но только если раньше нестабильность которую провоцировала Россия толкала Лукашенко в какие-то формы диалога с Западом то сейчас кажется эффект может быть обратным эскалация вокруг Украины или просто эскалация по линии России и НАТО они дают Лукашенко ощущение что поскольку мосты с Западом сожжены по крайней мере в обозримом будущем они дают Лукашенко ощущение что наверное надо в этот вагончик садиться и даже самому его немножко разгонять я имею ввиду вагончик эскалации чтобы можно было продавать России именно свою военно-политическую лояльность именно свои какие-то демонстрационные такие уступки вроде военных учений каких-то учебно-боевых центров хотя это в принципе реальная уступка признаний Крыма и так далее то есть вот такой окопные риторики окопных действий типа облета бомбардировщиками и разнообразных внеплановых учений которые сейчас могут проводиться у границы с Украиной в размещении новых вооружений больших серьезных в Беларуси и так далее вот за счет этого Лукашенко с одной стороны заменяет повестку торга с Россией с болезненных для себя интеграционных и других экономических моментов на вот эти относительно безболезненные а с другой стороны вносит вклад в региональную нестабильность и поэтому это может ему придавать уверенности в том числе и внутри страны потому что отношения с Россией стали улучшаться когда Россия заинтересована в Беларуси как в таком бастионе военном а не наоборот и поэтому я честно говоря как и раньше как и год назад как и два как и три года назад не жду прогресса по интеграционному треку по этим 28 картам и по всем остальным фобиям которые распространены в Беларуси не только в Беларуси по поводу именно институциональной интеграции с Россией и в принципе как и весь этот год мне кажется я говорю по крайней мере этот год и мне кажется эта оценка моя не изменилась до сих пор она состоит в том что интеграция с Россией проходит через ну такие какие-то адхок отраслевые переориентации экспорта там торговли в принципе логистических схем банковской сферы мне кажется тоже это будет все больше и больше происходить с расширением санкций против финансового сектора Беларуси и то же самое происходит в военной сфере то есть замыкание полное на обслуживание интересов России и регионе вместо попыток играть в мост в мост и в какой-то там нейтралитет спасибо действительно интересно обратил внимание на это видео когда сотрудники ГЭИ записали этим задержанным контрабасистом флормони который был в майке из магазина Мерсча Пола Первого который там за пьяное вождение задержали и получать действительно какой-то и сильно политический смысл от этого действия сложно видеть и мне напомнило то как сейчас в России РБК начинает всплать Навального и теперь информация про золотые унитазы у задержанных каких-то российских чиновников она появляется теперь уже не распространяется не российской оппозиции а вполне лояльными ресурсами входит в привычку какой-то стиль беседы конечно не полная аналогия но сам факт интересный хорошо тогда двигаемся дальше и наверное Петра Рудковского я просил бы сосредоточиться на вопросе о том какие могут быть новые стратегии для Тихановской или других оппонентов режима что им в принципе сейчас в 2022 году можно будет делать с учетом того что действительно как все сегодня отметили да есть успехи внешнеполитические но понятно что при дипломатии все не исчерпывается и важен вопрос и внутренней легитимности чего как ты видишь можно от них ожидать и чего они может быть могли бы сделать и рекомендовать можно завершенно не ожидал этого вопроса хотя хотя это питание было в анонсе значит ну саправды захавание субъектности это довольно важная речь значит это один один особый один штаб после значной политической кампании на протяжении такого долгого часу удавалось захавать субъектность ну и на международной арене это целком будет реально сделать в субъектность субъектности на ситуации зразумелой акцией знову айтишники волосы долучаются до этой кампании айтих на урадче будет иметь сенс кликач людей на улице чи кликач на усе агульный страйк вось так, ну и было сказано так само про, значит, питание, такое вот подчас передних выказываний заявилося на контактах, чи заховывается политизация, чи не заховывается вось, ну и я так пригадаю еще вот 19 вот там мы в бисе публиковали на базе узкосных дадзеных, таки значит, анализ попыту беларусов на демократию, ну и констатавали адносно высокий, адносно высокий попыт на демократию, а з розных боков скепсис вельми яскрава гучаус, а где мы бачим? Зусим не видаць, не видаць какого попыту на демократию. Ну, это как раз такая проблема, что это мая таки латэнтный характер, прыхованный характер, конечно, на базе пыльных узкосных дадзеных здагадок, там, добрых, добрых теориев, добрых гипотезов можно можно гэта з нейка имавернащи там пратказаць, констатаваць, але мусяць з'явица факторы, которые вось прывядуць до того, что проявится, вось, на пыль той самый попыт на демократию, который вось у выпадку пэлных взбегу абставина, он о, гэта у бачалитки проявилася, что так, он реально, он вельми высокий, нават. Впервые взошло самое смелое чаканье. Ну, нечто подобное из гэта и политизации, так, я так сама схильный решить, что она захавалася, она захавалася в латентном стане, и який наступный взбег абставина вось выключать чарговую лавину вось народного уздыма, но тут на конту вось гэтых абставина не мая махчымасти пратказать, гэта вось гэта катафория славутых чорных лебедзеў, то бок мы не мая махчымасти, а не подказать, какого типу хэтые факторы зјвятся и нахольки они имаверны. А не имаверность не можем подказать, а не нават категорию этих факторов. Вось, ну, значит, будем мець добре спадзяванне, ястория показывает, что шансы пранеце пазней зјвляюцца. Неведомцы, ненавитому наступном бодзеале. Цалкам махчым. Так, дякую, дякую Петра. И, опять же, я думаю, следующий вопрос, на каком я хотел бы прорисовываться, а на и с Марином, мне кажется, тоже достаточно очевидно, от кого мы хотели бы это услышать. Про реакции Запада. Чего можно ожидать в 2022 году? Мы скорее увидим какое-то усиление, усиление санкций, какие-то новые пакеты, более серьезные, чем мы видели до этого. Или это, скорее, будет попытка осторожного начала диалога с режимом, может быть, на разных уровнях, может быть, такого нащупывания в попытке не слишком себя дискредитировать. Какую, скорее, из этих тенденций мы будем наблюдать? Или это, может быть, будет и одно, и другое одновременно? Спасибо большое. Ну, у меня хрустального шара нет, поэтому я не могу сто процентов предсказывать, что произойдет на уровне ЕС, поскольку мы видим новое правительство в Германии пришло к власти, в следующем году будут выборы во Франции, и мы видим, что Совет Европы скоро получит нового президента. Много чего происходит в ЕС, и, опять же, сложно понять, какова будет новая стратегия и уровень диалога по этой теме. Вопрос, конечно, когда политические заключенные будут освобождены, и нам кажется, что это должен быть номер один в плане вопросов, которые должны обсуждаться. Но в ЕС хватает популистов, которые могут призывать к другим подходам. Что касается ЕС, опять же, надо сказать, что в результате того, что происходило в 2021 году, существует понимание того, каковы риски и угрозы, исходящие от Лукашенко, на что он способен для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС. Я думаю, что в этом году мы, в принципе, увидели, что из себя представляет такая вот сила людей или режимов, которые могут использовать такие острые инструменты. в ситуациях, где Лукашенко не остановится ни перед чем, где он не может использовать ни мягкую, ни жесткую силу. Поэтому очень важно понять, что будет происходить. Он часто делает не то, что говорит, и наоборот. Уже весной говорилось об инструментализации мигрантов. Мигранты – это один из примеров того, как можно дестабилизировать репетацию, дестабилизировать ЕС. Посмотрите, что происходит с сигаретами на границе с Литвой, Беларуси с Литвой. Мы знаем, что многие мигранты стали сами жертвами режима белорусского. Их права были нарушены, права человека. Однако мы видим, что попытки дестабилизировать ситуацию в ЕС продолжаются. И многие мигранты, которые перебрасываются через границу, они являются потенциальными террористами. И нужно внимательно относиться к угрозам, таким как желание, которое Лукашенко высказал, использовать экстремистов, где возможно, включая за границу. Мы видели это на примере ареста господина Протасевича. Но мне интересно, насколько вы, дорогие мои друзья, в Варшаве, в Киеве, в Белиссе, в Вильнюсе чувствуете себя в безопасности. Потому что, к сожалению, с помощью других силовиков правительство Беларуси может попытаться дотянуться до этих людей, людей, которых Беларусь считает экстремистами, и которыми она считает опасными. И существует план изменить Конституцию и законодательство, и иметь возможность лишать таких людей гражданства беларусского. И существует ситуация с людьми, у которых есть карта поляка или людей, которые получают вид на жительство в Польше. Они не обязательно становятся таким образом автоматически гражданами Польши. И невозможно их из-за этого по закону легально лишать беларусского гражданства. И таким образом Лукашенко хочет дополнительно проводить чистки в обществе, оставляя только лоялистов, людей, которые будут голосовать за него, которые будут поддерживать его политику, поддерживать конституциальные реформы, которые он хочет видеть в случае с референдумом в этом смысле. Возможно, я не проинформировал полностью, но кто-нибудь видел вообще текст новой Конституции? По-моему, никто не видел. И даже медицинская комиссия, которая в прошлом активно участвовала в процессе этом совместно с Советом Европы и СОБСЕ в предоставлении обратной связи по предыдущим изменениям, никто ничего не знает. Опять же, реформы в законодательстве, связанным с избирательным кодексом, никто об этом ничего не знает, что там происходит. Однако правительство само по себе, мы видим, что недавно сменился глава ЦИК, и кроме этого они никаким образом не отозвались на рекомендации международного сообщества по изменению законодательного кодекса, избирательного кодекса. И я верю, что западные аналитики не должны обращать внимание на этот процесс, потому что он не легитимен в плане его объявления и того, как он будет проводиться. Опять же, большое количество населения не сможет проголосовать из-за того, как они были вытолкнуты из страны. Они не смогут это даже сделать в Белорусском посольстве, потому что там они могут быть арестованы за экстремизм, я имею в виду за границей. Ну, я прошу прощения за шум, потому что я нахожусь в аэропорту, и, к сожалению, у меня продлевается связь. Я очень рад буду ответить на вопросы, если они появятся. Всего хорошего, увидимся в следующем году тогда. Большое спасибо, Анаис, спасибо большое, что смогли с нами сегодня связаться. Спасибо за ваше участие, за ваш вклад в нашу дискуссию. Конечно же, я надеюсь, что мы увидимся в следующем году. Спасибо. Лаз в отнеслист, передай слово Алу Слинкину. Мы вроде бы из большего всех вопросов коснулись, поэтому раз уж тебе придется говорить о последнем, и уже все вроде бы все сказали, то тогда у тебя будет привилегия выбрать, про что из этих вопросов хотел бы поговорить на следующий год. Мне кажется, из перечня, который вы предоставляли, мы не обсудили только стратегию Тихановской, если я не ошибаюсь. Как раз вопрос был о том, какие могут быть новые стратегии у ее офиса, у оппозиционных сил. Ну, давайте попробуем. Вопрос затрагивал, да, но можешь продолжить. Я думаю, тут есть еще многое про что поговорить, ну и про внешнюю политику в том числе, конечно. Мне кажется, что здесь, на этом направлении, ничего нового ожидать не стоит. Я бы сказал, охарактеризовал главную задачу, с которой необходимо справиться не только Светлане Тихановской, ее окружению, а, в принципе, всем людям, которые так или иначе претендуют на право политической активности в Беларуси. Это, скажем так, субъектность собственную сохранить, хотя бы на том уровне, на котором они ее имеют сейчас. Потому что если брать, проанализировать визиты, которые у Светланы были уже по всему миру, по крайней мере, по основным союзникам в западных странах, то что остается, только повторно туда ездить и регулярно обсуждать, в принципе, одни и те же темы, только актуализируя немножко под ежедневную повестку. Теоретически можно было бы ожидать в случае серьезного ухудшения экономической ситуации и попытки штабов играть на этом поле и возвращаться таким образом во внутренние дискуссии в Беларуси. Я здесь имею в виду критику беларусских властей и увязывание это как раз с политическим кризисом, с решениями, с конфликтами с западными странами, международной изоляцией и попытка объяснять гражданам Беларуси, что вина в этом всем лежит на режиме. Они и сейчас это пытаются делать, но все-таки наиболее выраженная их деятельность, она так или иначе связана с лоббированием санкций против режима Беларуси и собиранием помощи для беларусских гражданских организаций, для беларусских СМИ. А так на внутриполитическом поле играть получалось, скажем так, не очень эффективно и не очень успешно. Поэтому можно предположить, что в 2022 году, если будут более благоприятные условия для этого, то штабы могут этим воспользоваться. Слушай, а может быть, что ты бы еще добавил по внешней политике, собственно, режима Лукашенко? Потому что мы много говорили вот про любого оппонентов. Это, в общем, понятно. Потому что в последнее время за внешнеполитической активностью Тихановской было, прямо скажем, интереснее следить, чем за активностью Макея. Но все эти анонсы сокращений послойств в Европе, это действительно будет какая-то переориентация на какие-то новые страны? Или все это, в общем, сведется просто к тому, что в Европе закроется и ничего серьезного нового не откроется? Что бы от активности это ждало? Я бы здесь отметил несколько нюансов. Во-первых, это не в первый раз, когда такая реструктуризация МИДа проходит и, скажем так, ее адаптация под новые внешнеполитические реалии. После каждого кризиса, такого глубокого, в отношениях с западными странами, белорусский МИД сокращал количество персонал в западных странах и там с этим разворотом на Азию, на третьи страны, пытался искать, куда же перекинуть этих дипломатов в какие-то другие регионы. Но тогда не работало, я убежден, что и сейчас этот разворот не сыграет какой-то существенной роли. Здесь важно, что пока, по крайней мере, речь о закрытии посольств не идет. Речь идет о сокращении персонала, возможно, о снижении уровня дипломатического представительства, то есть послы могут вернуться в свою столицу, а Беларусь будет представлена на уровне временных поверенных делам. Я думаю, что такой наибольший эффект, который может получить от этой реструктуризации Беларусь, это открытие новых и увеличение штата сотрудников белорусских диппредставительств в Китае. Там как раз экономические перспективы определенно есть и двусторонние отношения экономически развиваются довольно активно. И в предыдущие годы я бы сказал так, что количество белорусских дипломатов в Китае не соответствовало требованиям и ожиданиям, которые белорусские власти имеют от сотрудничества с КНР. И в этом смысле оно может иметь какую-то позитивную роль, но только, наверное, в случае с Китаем. Если говорить про этот разворот на экономически слабо развитые регионы, типа африканского, то о чем там можно говорить? Безусловно, какие-то серые-черные схемы могут там быть, но они и так сейчас уже работают. Какого-то экономического прорыва от замещения этих регионов, точнее от того, что будут наши дипломаты из Европы переведены туда. Но ни в экономической, ни в политической, ни в социальной, ни в культурной, ни в какой сферах я бы никаких результатов не ждал. Спасибо. Ну что, я думаю, у нас вроде бы многие вопросы обсудили. И сейчас, может быть, самое время в том числе, чтобы и другие участники нашей дискуссии начали подключаться. Я вижу уже и Валерия Карбалевича, и многих других. Поскольку я по традиции вижу с телефона мало ваших картинок, поэтому, пожалуйста, те, кто из наших участников тоже хотел бы высказаться об итогах 2021 года и о прогнозах на 2022, что-то добавить к уже сказанному, тогда попрошу вы, пожалуйста, все поднимайте руки или пишите в чате, а Антон обязательно все это будет отслеживать. И мы тогда будем всем давать слово. Вот, Валерий Иванович, да, я уже вижу. И тогда, пожалуйста, Валерий Иванович, вам слово. А остальные поднимайте руки, все будем замечать. Добрый вечер. С наступающими праздниками всех. Надеюсь, меня слышно. Значит, в планах на следующий год, судя по последним высказываниям Лукашенко, проводить досрочные президентские выборы, он не собирается. И я думаю, это связано с тем, что Россия перестала очень сильно давить в этом направлении. А Россия перестала давить по той простой причине, что Россия вступила в жесткий политико-дипломатический военный конфликт с Западом. И в рамках этого конфликта именно Лукашенко нужен России как фактор дестабилизации региона, как фактор, как единственный фактически союзник России в этом конфликте. Вот, и поэтому Путин передумал, передумал, во всяком случае, отодвигает процесс трансфера власти в Беларуси и готов согласиться на то, чтобы Лукашенко остался. И в этом смысле возникает интересная коллизия по поводу конституционной реформы. Конституционная реформа с самого начала возникла как элемент, как составная часть проекта транзита власти. Теперь, когда транзит власти приостановлен, зачем нужна эта конституционная реформа и зачем нужна новая конституция, совершенно непонятно. Но, судя по всему, референдум состоится. И тогда возникает некие, скажем так, труднопрогнозируемые противоречия и проблемы. Значит, новая конституция, по той информации, которая была раньше, ограничивает полномочия президента. И что получается? Если новая конституция вступает в силу сразу после референдума в феврале, то получается, что Лукашенко в течение трех с половиной лет будет править с урезанными полномочиями. И как-то трудно представить Лукашенко вот в такой роли. Вот. Если же предположить, что Лукашенко сам себя еще изберет головой Всебелорусского народного собрания, то становится совсем непонятно, зачем нужна такая сложная конструкция. Возможен вариант второй. Те разделы, которые касаются органов госуправления, вступают в силу только после президентских выборов 25-го года. Тогда возникает совсем уж абсурдная правовая и политическая ситуация. Принятая на всенародном референдуме новая конституция фактически вступает в силу со срочкой в три с половиной года. И тогда возникает вопрос, зачем проводить референдум в 22-м году. Логичнее было бы провести его в начале 25-го с тем, чтобы она начала действовать после президентских выборов. То есть получается, что если не проводить досрочных президентских выборов, то реального практического смысла в проведении конституционной реформы в феврале 22-го года нет. Но Беларусь настолько привыкла к абсурду, что, мне кажется, даже в такой абсурдной ситуации беларусов не удивишь. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Ну да, действительно. Если смотреть какой-то такой абсолютно сплютной политической логике, кажется, да, может быть, зачем так заранее. Ну а так, да, слойка лукашенко, может быть, вот что-то двигается. Вот какой-то же процесс есть, не то чтобы прям все отложили. Нет, вот референдум провели. Так что да. Антон, есть ли у нас еще какие-то поднятые руки? Пока что не вижу. Я не вижу. Хорошо, тогда у тех, кто сейчас к нам подключен по Zoom есть возможность что-то добавить. Может быть, оперативно, если сейчас хочется. Сейчас есть такая возможность. Или будем постепенно переходить от прогнозов к каким-то пожеланиям на следующий год о том, чего бы хотелось под елочкой найти. Или, может быть, найти под елочкой в конце 2022 года, к чему хотелось бы прийти из таких более или менее реалистичных пожеланий. Или, если еще будут какие-то желания добавить по прогнозам, может быть, по итогу дискуссии у кого-то из наших основных спикеров тоже есть желание еще что-то договорить из того, что сказали коллеги или, наоборот, из того, что кто-то другой не сказал. Особенно у тех, кто говорил в начале. Андрей, Екатерина, может быть, у вас что-то назрело за это время? Ну да, хорошо. По желанию не буду давать. Просто тогда, наверное, то, что действительно может повлиять на ситуацию в Беларуси, основываясь на том, что все сказали, получается, что два фактора. Те, которые как-то можно обозначить – это экономическая ситуация. Здесь много непонятного, тоже хорошо сказала Екатерина. Но она действительно может, по крайней мере, психологически серьезный удар как-то нанести в системе. Ну и быть каким-то фактором в развитии ситуации в ту или иную сторону. Ну и второе – это, наверное, то, о чем Валерий говорил. Это противостояние Русско-России и Запада. И надо сказать, что тоже динамика очень такая активная, то есть нестабильная. Все это развивается. Еще вспомним встречу Путин-Байден. Атмосфера была совершенно другая. Когда говорилось, что, может быть, все-таки будут какие-то соглашения, какие-то правила выставлены. Сейчас Россия уже двигает ультиматумы. Ну, узнаем ситуацию по поводу Украины. Что там будет в 2022 году, тоже сложно предсказать. Но может повернуться и в одну, и во вторую сторону. Так что, наверное, из таких факторов, которые являются очевидными, вот эти две вещи и будут определять политическое развитие Белоруссии в следующем году. Ну, по крайней мере, в значительной степени определяют. Так что за этим, наверное, надо будет очень внимательно следить. Ну, все, наверное. Ну, скажите, Андрей, спасибо. Интересно, может быть, задал фокус дискуссии напоследок. Действительно, а зачем основным мы будем следить в 2022 году? Вот, поэтому я могу сказать, что мне очень хочется почитать и текстового права в Конституцию, и, может быть, вот эти интеграционные карты, если они все-таки когда-нибудь будут нормально полностью опубликованы. А вот зачем? Зачем еще интересно следить, что для кого какие-то важные индикаторы на 2022 год? И, может быть, тогда, зная эти индикаторы, остальные тоже смогут за этим же эксперты следить и тоже делать свои выводы. В том же порядке, который очень коротко продолжим, Катерина. В экономике всегда много интересных цифр, которые, не будучи экономистом, не всегда важно правильно интерпретировать. Зачем следить беларусам? Беларусы обычно следят за курсом доллара, но последний год за ним следить скучно. Как-то не особенная динамика. Ну, как? Нет, он сначала рубль укреплялся, потом чуть-чуть ослаб. Была достаточно бурная динамика, на самом деле. Но следить, конечно, надо не за курсом. Я бы следила, в первую очередь, за экспортом. Это, по крайней мере, вот то, что нас сейчас очень интересует. К сожалению, мы видим, что самые интересные цифры по экспорту подсенсионных товаров от нас уже давно спрятали, еще полгода назад. Поэтому следить остается только так, очень в первом приближении. Ну, и, конечно, следить за различными показателями финансовой стабильности. Самое простое – это, наверное, золото-валютные резервы, хотя тут тоже не всегда движения показательны. Ну, и по поводу интеграционных карт, ну, я бы не стала там следить особо за их текстом, потому что я подозреваю, что там еще много технических деталей и очень мало сути, судя по тому, что нам анонсировали. Спасибо. Да, спасибо. Ну, тоже, в принципе, согласен, да, что я подозреваю, что 95% это будет для технических деталей. Мало интересные чему-либо вполне ожидаемо, но мне скорее смущает тот факт, что если понимать, что там сплошные технические детали, тогда было бы, в общем, ничего бы страшного как бы народом, если там совсем уж ничего интересного. Поэтому, да, тем более складывается как-то, значит, чем больше что-то скрывают, тем больше впечатление, что может что-то есть, может за техническими деталями что-то интересное и кроется. Ну, это уже как дождемся. Хорошо, тогда двигайтесь по нашему же списку дальше. Артем, зачем ты будешь следить? Кроме мероприятий пресс-клуба, да? Ну, да, помимо этого мероприятия, которое я уже понял, я буду следить, чтобы чаще тебя звать, а помимо этого что еще интересного? Послушай, ну, мне кажется, что с большего все назвали, я почти уверен, что самым интересным будет то, чего мы сегодня и предвидим. Ровно так же, как самое интересное сейчас в регионе было тем, что мы не видели пару месяцев назад абсолютно из ниоткуда обострившиеся отношения России и НАТО. И понятно, что задним умом все аналитики опишут, что к этому все шло, да? Но точно так же почти каждое обострение можно будет встретить вот таким ретроспективным анализом. Я думаю, что очень важно то, что произойдет в конце этого года, то, о чем ты сказал, Вадим, а именно публикование Конституции, потому что переходное положение по большому счету это самое важное, что там есть. Они нам намекнут хотя бы о том, какие временные сроки сегодня у Лукашенко в голове. И это ничего не будет значить с точки зрения... То есть это будет значить не так уж много с точки зрения того, как на самом деле будет, потому что это можно все пересмотреть, можно найти какую-нибудь чрезвычайщину, которая позволит отложить какие-то сроки. Но, по крайней мере, мы будем понимать некий базовый сценарий, базовый план, если можно так сказать. План, который может измениться, но который есть. В остальном, следующий год, он может стать, на мой взгляд, годом точки бифуркации в той тенденции, о которой мы говорили где-то час назад, о захлебывании репрессий об самих себя. То есть когда некий такой уровень вот этого вот самопожирающего действия репрессий может стать некомфортным для власти, потому что уж слишком классово близко можно подобраться к своим людям, структурам и так далее, если репрессивная активность продолжится с такой же динамикой, как и сейчас. Это, конечно, все очень грустно наблюдать, как белорусу, но как исследователю, аналитику за этим интересно наблюдать, потому что у нас до сих пор репрессии не останавливались по таким причинам. Они обычно останавливались волевым решением просто от того, что ну а почему бы и нет, давайте сейчас поговорим, давайте сейчас попробуем отойти от России на чуть-чуть. А вот сейчас динамика кажется может быть внутренней, и это интересно почему, потому что за этим последует какая-то вынужденная трансформация, вынужденная перебалансировка системы. То, о чем говорил Андрей, о том, что действительно баланс изменился, он изменился кардинально, но придется его каким-то образом обратно разворачивать. Я недавно смотрел замечательную лекцию о том, как советское государство выходило из большого террора 37-38 годов. Очень поучительно, как они пытались это делать так, чтобы не нарушить сложившийся за эти пару лет новый баланс роли НКВД. И вот этот же эксперимент, вероятно, на какой-то дистанции предстоит Лукашенко. Учитывая, что он накладывается на огромную региональную нестабильность и пафосно говорить про потерю легитимности, мне, наверное, сложно, но на, скажем так, очень шаткую легитимность внутри страны. Учитывая это все, я думаю, что здесь есть потенциал для набившего всем оскомину черного лепета, потому что, мне кажется, Лукашенко переоценивает количество подпорок, которые сегодня есть у его режимов внутри страны. за этой шторкой... Кажется, что это асфальт, который, говоря, я подхвачу у Паши эстафетную палочку метафоричности. Мне кажется, что это асфальт, который положен на очень-очень паршивую почву. То есть это асфальт, который положен на мокрую землю. И нам сверху кажется, что это асфальт, нам сверху кажется, что он ничем не отличается от асфальта на хорошей автотрассе, но по факту при каком-то раскручивании, ослаблении каких-то принципиальных сегодняшних гаек динамика может пойти быстрее, чем нам кажется. Спасибо, Артем. Может, кстати, потом ссылочку на лекцию про НКВД сбросили, где-нибудь в описании поставим. Это будет нас потом на YouTube смотреть, тоже будет интересно. Анаис тогда. Если еще с нами Анаис... Антон, видишь? Да, Анаис. Вижу, отлично, Анаис. Тогда, может быть, зачем следить в сфере репрессий и в сфере того, как все будут вести Запад, помимо просто этого счетчика количества политзаключенных, которые, думаю, все регулярно видят апдейты, зачем еще интересно следить, что может продемонстрировать, как изменится или не изменится, как будет меняться, может быть, позиция Запада в отношении происходящего в Беларуси. Или, может быть, например, только выборы в Германии, во Франции. Может быть, еще какие-то важные процессы на Западе, которые нам стоит понимать для того, чтобы прогнозировать реакции. Я думаю, что очень важно обратить внимание на то, что происходит сейчас между Минском и ООН на самом деле, потому что в этом году был относительный кризис отношений. и вы, наверное, знаете, что даже... Как его зовут? Да, простите, я перешла на английский. В Минске был объявлен представитель Нонграта и представитель ООН. И после этого Беларусь активно напоминалась в отчетах Минерального секретаря, в отчетах, посвященных нарушениям прав человека и людей, которые связаны с механизмом ООН в этой области. После этого правительство начало мстить всей системе ООН, включая компанию Гутеррища. Они начали очернять его по белорусскому телевидению. И, кроме этого, ситуация с мигрантами. Очень важно, есть специальный докладчик по правам мигрантов, который высылал письма правительству Польши и правительству Беларуси, но белорусское правительство не активно взаимодействует в этом плане. Я могу прогнозировать не очень оптимистично в следующий год, что ситуация будет продолжаться. Белорусские власти продолжат мстить за нужные механизмы, продолжат мстить соседним странам, которые не нравятся белорусскому правительству. Опять же, помимо этого будут санкции, направленные на Беларусь внутри и за пределами страны. Я подозреваю, что будет четкая тенденция по сведению ситуации к открытому конфликту с Литвой, Польшей, Украиной, и потенциально с механизмами ООН. Я не вижу, как, при том, что Лукашенко будет оставаться у власти или поменяет политики, не вижу, как изменится отношение правительства Беларуси с ООН. Да, спасибо, спасибо. Действительно, мое впечатление в конце, особенно в конце этого года, глядя на новости про то, как заканчивается медиа, заканчивается гражданское общество, новости о том, как информационный пункт посольства США закрыли, свернули остатки, возможно, легальной работы США в Беларуси. Да, иногда закрадывались мысли, а когда же уже доедет до того, чтобы начать воевать со структурами международных организаций, организаций по миграции и ООН, программы развития ООН. При всей абсурдности таких действий, но одна из моих ожиданий, возможно, и в этом направлении начнутся репрессии. Хотя, опять же, это, конечно, максимально было бы неэффективно, но чем белорусская власть нас не удивляет, это да. Так, кто еще нас не добавил? Павел? Петр, может быть, есть что-то, хотел бы добавить о том, зачем нам следить? Ну, я особиста буду сачать за политичной ситуацией у Тунисе. Счастливый человек. На данный момент так не продвачу никаких серьезных процессов у Беларуси. Но, говоря о том, я теперь говорю о таком вельми субъективном ключе. Мне хочется просто пережить такое дежавюк з мая-червеня минула года, когда я после так званой праймеры правых силов белорусских махнул рукой на электоральный процесс у Беларуси. Палишил, что треба займаться, например, ковидом под пандемией социально-политичными аспектами. Мне это электоральный процесс, это просто нечто неистотное. И позднее жонка моя уже в мае-червене нагадывала, что вось глядзи, что тут серьезное отбывается. Поэтому буду сачать за политичной ситуацией у Тунисе. И спадзеюся, что те жонка, те, кто хочет мне обудеть и скажет, что глядзи, что тут теперь отбывается и отбывается на лепше. Дякую, Петра, с оправдой моему, может, Регина не что-то такое нагадает. Может, будешь глядеть за анонсы с персоналом клуба и побажешь, что некие изъявляются новые тиховые темы. Доброе. Павел, тогда какие? Зачем еще следить и будем тихоньку завершать нашу дискуссию? Тем более ты обещал в конце что-то хорошее сказать. Да, ну, надеюсь, что получится. Я бы сказал, что будущий год он будет оформлен, мне кажется, или пройдет под символом изменения, трансформации политической системы. И поэтому я бы, конечно, в первую очередь смотрел на то, какое же будет содержание конституционных изменений. Я только, наверное, с одним тезисом могу согласиться, который был озвучен о том, что, очевидно, мы входим в этап, вот Андрей с этого начинал наш заседание, сегодня конференцию, с того, что политическая система будет переживать свою трансформацию. Но какая-то будет трансформация, я боюсь, что здесь мы можем ждать и от нас могут ждать и неприятные сюрпризы. Поэтому я не стал бы спешить с прогнозами относительно того, собирается ли Лукашенко куда-то уходить, перемещаться своего поста, или он вообще собирается два этих поста сохранить за собой, или он останется президентом, а пост ВНС будет символическим. Я даже не уверен, что он, честно говоря, для себя сам это решение принял. И даже если мы увидим содержание этих изменений, то далеко не факт, что потом жизнь не вынудит его пересматривать свое отношение. Потому что, как мы знаем, в политике далеко не всегда имеет значение институциональное закрепление полномочий за людьми, а скорее их такой де-факто политический вес. И в этом смысле, конечно, конкуренция Александра Лукашенко будет сложно составить, даже если у него не будет реальных рычагов, по крайней мере, в какой-то краткосрочной перспективе. И поэтому вот это первый пункт, за которым необходимо обязательно следить. Второй – это репрессии, динамика репрессий. Я думаю, она как раз будет нам подсказывать о том, каким образом видят власти ситуацию в Беларуси, и чего они ожидают от отношений с западным миром. Действительно ли они согласны только на диалог в этой новой нормальности, без каких-либо попыток хотя бы немного улучшить положение для гражданского общества? То есть станет ли это такой, действительно, новой нормальностью, от которой Лукашенко никогда больше не отступит с учетом уроков 2020 года? Или он сейчас просто пытается, уже про закатанный асфальт говорили, вспомню снова, закатать все в асфальт и потом почувствовать себя уверенным, но уже с большим умом давать какие-то уступки западным странам и таким образом пытаться продавать это туда. Ну, вот таких два, наверное, основных аспекта. Спасибо. Вот что значит обещал в конце сказать что-то хорошее, заканчиваем закат, пойдем поспать. Ну, что ж поделать, вот такие у нас итоги года. Итоги года в 2021 году и такие прогнозы на новый. Очень хочется, раз уж мы как-то все занялись прогнозами и непожеланиями, мне лично очень хочется пожелать, чтобы в 2022 году в результате разной степени благоприятности прогнозов, но чтобы все-таки в конце 2022 года мы смогли подводить итоги, сидя все вместе в Минске, в каком-нибудь его пресс-клубе, все те, кого не с нами, кто сейчас не на свободе, чтобы тоже были с нами. И нельзя не вспомнить про Валерию Костюгову, нашего соорганизатора спиртно-аналитических клубов, который на сегодня все еще на Владарке и который мы, безусловно, желаем все скорейшего освобождения. И очень хочется верить, что мы все сможем в этом лично, сидя вместе в Минске, поднять бокалы за новую Беларусь, которая, может, даже если еще и совсем даже не наступит, но которая хотя бы будет в перспективе. Конечно, пожелания не на то и пожелания, а не прогнозы, что... Не то, чтобы у меня во всем этом была очень большая степень уверенности, но, по крайней мере, это картинка, с которой хочется в Новый год входить. Поэтому... Ну и всем лично хочется пожелать, чтобы мы сохраняли и силы, и моральное, и душевное здоровье для того, чтобы, несмотря вот на эту всю повестку, прямо скажем, очень интенсивную, как-то в Новом году все-таки продолжать нормально работать, держаться и не уходить из аналитической сферы, встречаться на экспертно-аналитических клубах и на других отличных форматах. Ну и, в общем, просто пусть все у всех будет очень хорошо. У всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok